В конце их задать. Пожалуйста, Евгений Владимирович. Спасибо. Я хочу сказать, уважаемые коллеги, когда ты сейчас слушал вступительное слово начальника ГИБДД города, я немного так ужаснулся. Цифры-то все-таки не по количеству, а за каждым событием, за каждым происшествием судьба человека и прерванная жизнь. Вот это самое страшное. Я хочу сегодня поговорить о вашей персональной ответственности за то, что происходит на дороге. Причем не в смысле того, что сказать, вы виноваты, вы в том и так далее. Может быть, не каждый родитель думает о том, что ребенка вы готовите к тем или иным жизненным ситуациям, в том числе на дороге, каждый день повседневным общением. От того, как родитель общается с ребенком, от того, как родитель ведет диалог с ребенком, идет развитие его психики. А психика управляет всей жизнедеятельностью человека. Вот если бы после каждого происшествия в нашей стране делали психологическую атопсию, то есть исследовали бы психологическое состояние ребенка, который оказался в дорожно-транспортном происшествии, мы бы выяснили, что каждый ребенок, который выходил на улицу, находился в состоянии виктиматоза. Состояние виктиматоза – это глубокое, дезорганизующее внимание, сознание, поведение, контрольные функции психики, состояние ребенка, вызванное конфликтными отношениями в любой сфере. Вот достаточно ребенку перед этим сделать громкое замечание, достаточно ребенку, там в зависимости от возраста, я сейчас не имею возможности по возрастам вам дать картину, сказать одну фразу, как ты оделся, куда пошел, ты сделал это или нет, вы его уже подготовили. Когда он переходит на перекресток, мы же не знаем, в каком психологическом состоянии в этот момент сидит водитель. По сути дела, на перекрестке происходит психологическое столкновение, психологически дисрегулированный, не управляющий своим вниманием, не контролирующий свое поведение, эмоциональное состояние ребенок, который переживает ссору, конфликт, столкновение с родителями, а потом назад он идет то же самое с учителями, и здесь в равной ответственности существует ответственность педагогического общения в школе, семейное общение, педагогическое общение по своему характеру могут быть деструксивные и подвести ребенка вот к этому событию. Мне кажется, сегодня вот этот момент психологической подготовки выхода ребенка на дорогу, а дорога это зона повышенного риска, психологическая опасность всегда существует, я тоже самое всегда говорю водителям, прежде чем сели за руль, внимательно посмотрите, в каком состоянии ваша эмоциональная сфера, сможет ли она сейчас блокировать ваш контроль, может ли она оказать позитивное воздействие на реакции на дороги и так далее. Этого не происходит. Но с другой стороны, уважаемые родители, вот мы сегодня живем в таком мире, я сейчас ехал сюда, и несмотря на то, что достаточно классный, на мой взгляд, водитель, насколько я могу, который меня вез, ну, ситуация в городе Новосибирске, ну, просто экстремальная, вот ехать по ней. И если я представил себе мысленно на его месте, я бы не справился со многими ситуациями на дороге, несмотря на большой старт. С этим я всегда родителям рекомендую. Надо очень серьезно заниматься психологическим развитием ребенка. К жизни ребенка надо готовить. Мы тренируем мышцы, мы тренируем различные голосовые данные или еще что-то, но мы никогда не тренируем интеллект, который отвечает за анализ, синтез и принятие решения, когда пойти, где, может быть, остановиться, где, может быть, проконтролировать свое. Ведь сегодня, если уже говорить откровенно, я думаю, что работники департамента образования мэрии Новосибирской на меня не обидятся и, так сказать, не будут возмущаться, но сегодня интеллект детей, которые обучаются в школе, на 40-50 единиц ниже допустимой нормы. Ниже. Я уже не говорю, что там в школе возникают проблемы освоения программы. Они просто не в состоянии их освоить, многие дети. Потом они приходят в вуз, я говорю, они не обучаемые, но пришли в университет, потому что сдали ЕГЭ. Мы сегодня опустили баллы ЕГЭ, и это все рано или поздно, потому что законы психической жизни таковы, где-то психика даст сбой. Она где-то все равно даст сбой, где-то он не заметит, где-то он сделает неверный шаг и так далее. Поэтому сегодня одной из мер профилактики является психологическая подготовка детей и, прежде всего, подготовка их интеллекта всей персутимой или сферой внимания к поведению в экстремальных ситуациях. Сегодня этого надо делать. Я всегда говорю, что на это тратят годы. Минимальный срок подготовки 10-15 лет человек должен для того, чтобы управлять самим собой. Иначе микрострессы, которые возникают, они моментально останавливают. Я неоднократно наблюдал ситуацию, когда сигнал автомобиля просто ставит в ступор ребенка, он стоит посередине и, по сути дела, создает уже аварийную ситуацию не только для себя, но еще для автомобилей, для других пешеходов и для тех, кто стоит сейчас на татуаре, потому что машину может в аварийной ситуации вынести туда. Мы сегодня не учим людей поведению. Психологическая регуляция поведения, мне кажется, это главная проблема. И главная проблема, которая не осознается. Почему не осознается? Вот я смотрю акции, которые сейчас идут. Многие считают, что главная причина – это неправильная разметка. И вот начинается массовое движение по родительскому контролю за разметками. Я, честно говоря, доверяю его работникам ГИБДД. Я не знаю, сколько там сантиметров, какой цвет и так далее. Но никто родителей не ведет контроль о психологической готовности к выходу на дорогу. О том, в каком состоянии ребенок приходит, какая у него семейная жизнь, какая психологическая нагрузка в течение дня у него, почему он вечером выходит такой. Вот этот психологический мониторинг готовности к существованию на дороге как полноправного участника дорожного движения, по крайней мере, в законе, так это написано, она никаким образом не осуществляется. Я работаю с небольшим количеством подростков, но в силу своей профессиональной занятости я могу этому уделить не более два дня. Но вот дети, с которыми я работаю по несколько лет, а есть дети, с которыми я работал еще 50 лет тому назад, они уже сами внуков водят в школу и так далее. Люди, которые всегда говорят, мы научились главное, мы научились все время осознанно выходить, действовать, понимать, регулировать. Мне кажется, нам сегодня не хватает всем в пропаганде дорожной безопасности так называемого когнитивного мыслительного подхода. Мы должны каждое событие осмыслять с точки зрения поведения и делать анализ каждого действия, что ребенок это сделал. Почему? Тогда мы найдем ключи к этому. Тогда мы будем приходить к родителям и говорить, что вы своим отношением к вашему ребенку можете сделать. Вот я советую вам посмотреть на такую зависимость. Как только появляется в интернете реклама какого-нибудь нового крутого гаджета, как сейчас iPhone 11, сразу меняется эмоциональное и психологическое состояние детей. Им трудно понять, что больше 100 тысяч рублей стоимость телефона. Это не каждой семьи и так далее. Ребенок хочет. Это престижно. И с утра до вечера реклама телевидения, радио говорит, купи. А с другой стороны взрослые, которые тоже становятся участниками дорожной транспорции, и так далее. Мне только за сегодняшний день позвонило 42 представителя банков и говорят, вы должны взять кредит. Как вы живете без кредита? Почему у вас до сих пор нет кредита? Я говорю, мне ничего не надо, такого быть не может, давайте подумаем, зачем вам нужно. Нами все время психологически манипулируют. Друзья мои, вы потом отыгрываетесь на этих же детях. Они пополняют роль громотвода, а потом за них отчитываются. Ведь понимаете, тот, кто сбил, он тоже несчастливый. У него наступает своя полоса стрессов, если не ломается судьба. Несчастливые работники травматологических центров, потому что они постоянно в крови, они постоянно в человеческом горе, они тоже люди. По закону психологического заражения, каждый врач переживает травму на уровне профессионального или человеческого стресса, и он тоже изнашивается. Я несколько месяцев назад исследовал одного ребенка по просьбе родителей, правда не из города Новосибирска, и даже не из Новосибирской области, а как ни странно, из Москвы мне привезли ребенка, который пережил в течение месяца две дорожно-транспортные катастрофы. Он физически выжил, там травм, но Бог так распорядился, травм нет. Но когда я исследовал его психику, ему было 14, по всем данным, передо мной 48-летний, пожилой, уставший и уже склонный к соматизации, то есть к заболеваниям человек. Любое происшествие, которое переживает ребенок, это травма. Травма всегда приводит к тому, что психика раскалывается на несколько кусков. И вот этот каждый кусок или фрагмент психики, происходит фрагментация, начинает развиваться сам по себе. И вот это дорожно-транспортное происшествие становится событием, которое ломает всю судьбу. Кто-то становится алкоголиком, кто-то наркоманом. Но давайте не будем скрывать, у нас возросло количество самоубийств среди детей. Сегодня дети даже на каникулах делают попытки самоубийства, и мы никогда в этом не думаем. Одним словом, понимая, что у меня крайне мало времени, и надо дать выступить другим, я вас призываю очень серьезно задуматься о психологической подготовке и о психологическом развитии ребенка. Это нужно для того, чтобы ребенок овладел сознательными методами психологической саморегуляции своим поведением, и не только на дороге, а вообще в жизни своим поведением, для того, чтобы он мог в любую минуту давать отчет и понимать последствия. Я подчеркиваю последствия любого события для себя, для семьи, для другого человека. Если у вас возникнут вопросы, я вам советую писать мне по телефону 8-913-892-1950. Я не отвечу сразу, но я гарантирую вам, что ответ вы от меня все равно получите. 8-913-892-1950. Если ребенок станет автономным, независимым, как вы сегодня воспитываете своих детей, мама все знает, и правильно вам говорят, вы тащите иногда ребенка, тащите на преступление, тащите его на проезжую часть, потому что ребенок не автономен. Добиться автономии можно только тогда, когда ребенок сам регулирует свое поведение. Аплодисменты.